Что происходило в Армении за 30 лет нашей независимости. Из этих 30 лет, 5 лет у нас было экономический кризис, падение производства, а остальные 25 лет был экономический рост. Причем, что характерно, если не брать системный кризис, а ликвидация СССР, вообще полный разрыв связей, изменение структуры экономики, при котором экономика за 3 года просила на 52%. И мы, так сказать, из одной ситуации, так называемой, среднеразвитой индустриальной страны, оказались в абсолютно другой ситуации. А где-то, по моим расчетам, где-то на 30-40 лет страна упал вниз. Потом был высокий период экономического роста, сперва восстановительный. И мне довелось работать с Трантом Бараратовичем Баградяным. Мы, вроде бы, вместе что-то там делали, чтобы начать экономический рост. Вот в 2009 году кризис, а потом снова 10 лет экономического роста, а правда, довольно слабого, 24%. А в 2021 году экономика, вроде бы, простонародно говоря, оклебалась. А теперь, как все это происходило, теперь основное мое заключение, очень печальное, во-первых, для Наринского МОЛО, что в среднем мир, значит, если верить Мировому банку, за этот период, в 2021 год, рост со средним темпом 2,6% в год. Мы, исходя из специфики нашего развития, да, быстро растем, проваливаемся в кризис, потом медленно восстанавливаемся, увеличиваем темпы, потом снова проваливаемся в кризис. Мы росли, к сожалению, медленнее, чем мир. А поэтому наша сравнительная позиция, которая оказалась в 2021 году, была хуже, она была в 90-м году. Ну, исходя из такого известного термина, обычно говорят о потерянных десятилетиях, то мы потеряли это десятилетие, мы не выдвинулись вперед нам. И вообще, ну, основная идея вот того, что я говорю, вот, а что надо делать в будущем, чтобы у нас не было еще одного потерянного тридцатилетия. То есть, как сделать так, чтобы мы росли быстрее, чем средний мир, и, грубо говоря, поменяли свою лигу, да, из страны, которые находятся внизу, вот, третьей доходной группы, так называемая, высокий средний доход, чтобы выйти там, выше лигу, если это возможно. Теперь, что помогает, что мешает. Значит, что надо по нашему мнению делать. Поскольку экономика маленькая, довольно открытая. Не знаю, если это креатив дистракшн, как знаменитый термин, да, новая, создается за защит старого, которое уничтожается, то у нас, получается, так, не креатив дистракшн, а дистрактив крейшн. То есть, что мы видим? А что сектора, которые были драйверами экономического роста, при очередном кризисе, они практически обнулились. А все соответствующие кластеры экономики, которые были с ними связаны, тоже подлевнеются. И приходилось искать новые, так сказать, драйверы или водители экономического роста, причем они все время меняются. Вот кризис первый, да, такой, самый страшный, самый системный, который, надеюсь, не повторится больше никогда. Он сделал, я, как уже говорил, среднеразвитый по тем меркам 90-го года индустриальный страны, превратил нас в страну третьего мира с долей сельского хозяйства где-то в 93-м году 48%. То есть, мы попали в ту ситуацию, наверное, мы ее использовали, что основным двигателем развития за этот восстановительный период было сельское хозяйство. Причем на уровне такой выживания, да, субсистенции, а сельское хозяйство. Таким образом, за этот период основной нашей проблемой была примитивизация экономики. Это в основном за счет чего? За счет того, что люди, теряя работу в индустриальных секторах, перемещали сельское хозяйство. А, ну, это вот способ выживания страны, этому помогла и аграрная реформа. То есть, фактически, производительность труда упала. Ну, за счет этого удалось как-то в основном за счет этого начать восстановительный рост. Теперь строительство, да. Ну, основа экономического роста в 2000-х годах. Очень быстрый рост, за это время порядка 10%. И вообще невероятное увеличение доли строительства, да. 9-6%. В 2000-м году порядка 24% в 2008-м. Потом сразу все падает. Почему падает? Потому что это было, наверное, так называемое, в горячих деньгах, да. Деньги убежали, потому что во время кризисов деньги из рисковых стран бегут обратно, можно сказать, свои западные долларовые вещи. Это резко упало. С этим местом упал тот кластер, который работал на строительство. И строительство у нас где-то порядка 6,3% в 2019-м году. Но в 2020-м год кризис чуть-чуть увеличился. Ну, в принципе, это нормальная доля. От 6 до 7% это в среднем по миру так. Смотри, 20-й год. Коронакризис. Да, у нас было вот после 2009-го положительный релиз, что экономика стала немного более диверсифицированной. Там появилось несколько центров роста. Ну, 5 или 6. Это добывающая промышленность, промышленность отчасти обрабатывающая промышленность. Гостиницы и рестораны очень быстрый рост. Культура и развлечения это вообще абсолютно непонятно. Это было 6,3% в 2019-м году, выясняю, по этому показателю мы выступали только китайской автономной провинции Макао, где этот сектор имел 60%. В Грузии сектор был, там тоже вот эти азартные игры. Там было всего 2,8% в это время. То есть, фактически, страна начала расти, где-то процентов 15 роста обусловлены с вот этими тотализаторами, онлайн-казино и прочее. Потом этот сектор просел и проседает до сих пор. Трудно рассчитывать, чтобы на онлайн-казино играх вы могли бы значит успешить экономический рост. Но гостиничный сектор восстанавливается, рестораны уже восстановились. То есть, вот 20-й год к нашему счастью не очень сильно поменял структуру экономики. Теперь вообще что такое экономическое развитие? По моему глубокому усложнению это усложнение. Увеждение это усложнение экономики. То есть, больше секторов, более диверсифицированное армиопроизводство. То есть, если с каким-то из этих секторов что-то случилось в результате кризиса, но которые вообще-то неизбежны, они всегда бывают. То остальные как-то могут это скомпенсировать. То есть, класть яйца в одну корзину это неправильная экономическая политика. Но у нас сейчас и яиц больше, и корзин больше, так что вот эта проблема вроде бы вот такого очень сильного падения в результате кризиса она в той или иной степени решена. но если сравнивать уровень сложности нашей экономики которую мы имеем сейчас и которая была до начала всех этих событий в 90-м году то по моему убеждению экономики сейчас более примитивна чем была тогда. Засчет чего это удвеждение можно сделать это во-первых обрабатывающая промышленная визг которая основа любого экономического роста и в особенности основа догоняющих развития ну ее доля у нас во-первых снизилась но она снижается по всему миру но если мы берем ту группу доходную в которой мы находимся то она практически ну почти в два раза меньше чем в среднем по группе то есть следующее примитивизация экономики что говорит это то что сельское хозяйство хотя значит 48% самый такой кризис год у нас снизилась до 11% все равно это почти в два раза больше доля чем в той группе в которой мы находимся с одной стороны это плохо поскольку экономика простая с другой стороны хорошо потому что вообще развитие происходит в начальном периоде за счет того что люди выходят из сельского хозяйства как менее производительные а производительные секторы идут более производительные сектора вот высота у нас происходит занятость там с полумиллиона человек сократилось до 220-230 тысяч но население тоже сократилось безработицы нет почему потому что достаточного количества рабочих мест в экономике не создаются а основой предперешней уровне развития опять-таки обрабатывающая промышленность она должна создавать рабочие места но там завитость тоже теперь следующая важность да про администрацию экономики вот берем обрабатывающую промышленность значит сколько там 11% доля ВВП половина из них это пищевая промышленность и производство спиртных опиток еще 10% это табачная промышленность но еще где-то 5-6% это производство металла либо говоря репортируемый металл приходит зимая что-то раскраивает и получает примитивные металлические изделия значит цепи технологической промышленности нет высокотехнологической промышленности тоже нет ну от слова совсем теперь почему этого нет почему у нас половина вообще обработающей промышленности сидит на так сказать местных цепочках сельскохозяйства производит продает пищевые промышленности из него делают разные пищевые продукты то же самое работает производство спиртных напиток вином коньяка за вином можно считать успехом а машиностроения никакого нет элементарных примитивных сборочных производств сельскохозяйства но о чем нам говорит теория догоняющего развития что в принципе ту дорогу которую прошли те кто шел впереди вас вы можете пройти быстрее за счет чего за счет того что технологии можно купить а купленная технология существенная дешевле чем ее разрабатывать это все страны которые этот путь прошли да из второй группы в первую группу они ее проходили через импорт технологии но есть еще импорт институтов но по моему мнению импорт технологии важнее потому что импорт институтов он он навязывался нам долгое время как основа экономического развития на самом деле нужно довольно ограниченное количество хороших институтов которые могут обеспечивать экономический рост поэтому импорт технологии существенно важнее то есть если будем брать что у нас есть какое у нас есть преимущество то это сравнительно дешевая рабочая сила чем это вызвало тем что пока излишек людей сидит сельское хозяйство есть определенное абрарное перенаселение и это может дать ресурсы для развития экономики теперь страна такая как наша аж сравнительно дешевый трон соседствует сравнительно дорогим капиталом почему капитал дорогой ну во-первых в капиталоемких отраслях цена входа на рынок не соизберимы выше и во-вторых у нас деньги дорогие а и как вот Мартыныч Эдуард Мартыныч говорил и ограниченности банковской системы тоже такая что нормального кредита по которому ты можешь купить технологию тебе не дадут потому что этот риск на одного заемщика и прочее мешает если мы производим только 6% валовой продукции промышленности это трудоемкая индустрия причем сборочного производства нет так нет так и не было базовой промышленности тоже нет то есть нет цветной металлургии нет черной металлургии нет химии нет нефтехимии нет машиностроения никакого то есть фактически получается что чем примитивнее вы являетесь тем больше зависит от критического импорта тем больше значит соответственно вы технологически отстаете но и это очень серьезная проблема у нас конечно есть объективные причины так у нас экономика формировалась стихийно так получилось потому что правительство никогда этими вопросами не занимались то есть что у нас приоритет все описали да и объявляли социальному что надо IT нам развивать надо новые технологические вещи делать ну это на уровне так ну как вам сказать ну грубо говоря это бред для нашей страны этого не может быть поэтому работала система да вот этих value added chains в основном она работала на внутреннем производстве то есть вы что у вас есть вы как-то перерабатываете увеличиваете добавленную стоимость либо потребляете либо продаете второе это так встраивание в мировые цепочки да что ты импортируешь вместо того чтобы покупать готовый товар покупаешь какое-то сырье и делаешь готовую продукцию ну вот какие примеры допустим вот это металл производство металла это такая сфера да вы берете металл где-то с Украины из России держите его делаете какие-то примитивные вещи ну или деревообрабатывающие продукцию да то же самое берете сырье что-то там делаете такое примитивное импортозамещение значит основной вывод которому мы пришли что правительство никак не влияет на этот импорт технологий кроме этих пустых деклараций ну теперь свои технологии можно делать или нет ну вообще есть какой-то мировой процесс в котором вы из страны которая берет чужое покупает ворует через реверс инженерии делает неважно она берет что-то чужое делает его своим потом начинает что-то производить потом начинает смотреть о недостатке этого процесса начинает начинает как-то приспосабливать его к своим условиям начинает увеличивать выручать качество и так далее и так далее в конце концов приходит к такому моменту когда уже сама начинает вот эти технологии делать конкурентные и превращается в этой части в так называемую страну пионерного развития то есть весь мир шел по этому пути но не у всех успешно возможно нам тоже надо будет так идти этого у нас нет почему этого у нас нет но двум простым причинам во-первых чтобы мы могли эти технологии импортировать их использовать и потом в определенной цели не модифицировать для того чтобы вот эту задачу развития совместить с ростом с двумя противоречивыми вещами первое надо увеличивать производительность второе надо увеличивать занятость потому что у нас большой резерв безработицы для этого нам надо иметь людей которые могут разобраться в этих технологиях да и могут их смодифицировать но есть известный китайский пример да как они покупали технологии на этот раз не ворвали купили технологию полную автоматизировали ферму фермы пижо автомобильного завода мы купили технологию у хонды но эту технологию поменяли потому что там где были роботы в каких-то частях они технологию поменяли так чтобы вместо этих роботов были люди потому что капитал дорогой опять-таки я труд дешевый вот этого мы в Армении сделать не в составе почему потому что если вы тратите 0,2% в Европе на исследование и разработки из которых 75% в госфинансе и ну 75-80% порядка 20-25% это это не государственное надо полагать корпоративное тут гаранты не учить иностранное поэтому при такой системе внутреннее технологическое развитие невозможно но стоит напомнить что в среднем мире тратится в районе 2% Израиль тратит 5% Корея 4,5% Евросоюз в среднем 3,2,9,3 мы с нашими 0,2% просто не можем обеспечить внутренние технологические проявления это есть объективные причины почему это нельзя получить хорошую структуру экономики в такой стране как наша во-первых она маленькая весь рынок у нас где-то последние годы внутренний рынок страны это 15 миллиардов долларов но на 15 миллиардов долларов особо не разгуляешься второе разными годы по-разному от 90 до 75 процентов это соотношение торгового оборота к ЛСБ довольно высокое страна в которых она выше чем 100 процентов Голландия здесь можно вообще обсудить глобализация локализация а на самом деле тут просто пытаясь свое мнение выразить немного отвлекаясь от остальных дел тут два встроенных противоречия первая противоречия это потребление производства связанное с глобализацией вторая противоречия значит интернациональное размещение производительных сил и локальное управление мирового правительства насколько мне известно пока нет поэтому эти два противоречия работают в разные стороны потребитель заинтересован глобализацией производитель нет сложная диалектическая связь с другой стороны если вы размещаете производство в одном месте снимая его из другого места вам нужно мировое правительство чтобы перераспределять такого правительства тоже поэтому будет вечная война между теми кто производит и кто потребляет поэтому в зависимости от того где мы находимся экономика растет или падает выигрывает если растет как правило выигрывают потребители если падает выигрывает производитель поэтому говорит о том что она будет уменьшаться увеличиваться я думаю это просто объективный процесс ну надеюсь мирового правительства не будет в ближайшее время но это противоречие останется и это все действует на вашу торговлю да у вас поскольку мала экономика не полная экспорт не диверсифицировать а поскольку потребности у вас достаточно большие импорт очень диверсифицирован зависимость от импорта в таких странах как наша очень большая и снизить ее практически невозможно нужно чуть-чуть уменьшить значит перейдем к тому а политика как влияет что делает страна для того чтобы обеспечить быстрое так сказать развитие на основе преимуществ отставок или импорта технологии мой ответ на этот вопрос печальный ничего политика которую мы начинали и которая продолжалась до 2009 года так называемая политика макроэкономической стабилизации или реличного фундаментализма она основана на том что рынок знает все рынок все саморегулирует а чем меньше правительство тем лучше приватизация как создание рыночного сектора ну и проч все эти истории а эта политика провалилась в 2009 году то есть сидят профессиональные люди не имеет смысла объяснять почему так произошло до этого провалилась так называемая неогензианская политика с 45-го по 80-е годы которая основалась на правительственном вмешательстве если сходить из марксидской диалектики так и должно быть то есть одна политика доходит до своих пределов заменяется другой плюс умножается на минус та тоже доходит до своих пределов появляется третья как синтез вот эта третья политика работает во всем мире с 2010 года по 2019 это дешевые деньги рост долгов от сочетания этих двух вещей обеспечение жизненного предмета за счет за кредит новости и так далее и так далее в 20-м году она вышла на свой венец потому что мы сами себе устроили весь мир сжатие экономики непонятно для чего потому что оказалось что коронавирус в 21-м году он был существенно сильнее но в 21-м году вся экономика в мире росла в 20-м эти локдауны привели к тому что она сократилась да ну начиная всяких фантастических 30-ти процентов в Перу по парочке стран просто пока поэтому вот эта антиинфляционная политика раньше была политика поощрения занятости сейчас антиинфляционная обе не достигли своих целей нужен какой-то синтез вот этот синтез и необходимо как-то получить то есть соединитель вообще в фискальной политике в политике расходов денежно-кредитной политике эти два противоречащих принципа то есть деньги должны быть дешевые но инфляция должна быть контролируемой государство должно вмешиваться в экономику но соответствующим образом опять-таки так чтобы была какая-то инфляция контроля то есть вот это сочетание двух несочетаемых целей это допустим то что делает федеральная резервная система которую многие тут очень не любят следующий вопрос который надо смотреть а сколько бы даже центральный банк поменял бы свою политику и сделал бы деньги дешевыми универсальная банковская система не предусмотрена для финансирования экономического развития это не ее задача то есть она не может создавать новый сектор потому что риск высокий потому что что а остальное есть риск высокий повторяй если вы хотите действительно замыкать производство не денег не знаю что маленькая система не да это но надо как-то вот я сомнение лопсакла с другой стороны надо как-то разграничить эти функции инвестиционные функции от функции кредитового как это делается есть мировой опыт допустим корейцы это делали через динференцированные валютные ставки а другие страны допустим россия пыталась это делать через госпроекты какие-то государственные деньги можно делать это через специализированные инвестиционные деньги я считаю это должно быть двух если двухуровневые банковская система должна быть трехуровневая финансовая а потом уже это как анекдот у нас не получается система фондовых рынков а все есть только фондовых рынков нет промышленной политики как таковой нет вообще ну и сказать что такое промышленная политика это соответствующая установление приоритетов установление механизмов о том кто будет заниматься этим а промышленная политика это поощрение импорта технологии больше ничего сколько это будет стоить какие рынки мы будем иметь в общем ценный комплекс вопрос у нас этим ну пытались заниматься но на самом деле никогда не было кроме вот таких мелких вещей и призыв это вообще-то не модно в рамках вот такой политики макроэкономической специализации но он абсолютно необходим и пример всех тех стран которые достигли успеха показывает на 90% это благодаря промышленной политике которой у нас нет теперь следующее что надо собственно делать вот в основной правительственной политике да кредитно-денежная и фискальная расход здесь я уже говорил сейчас повторюсь что надо сочетать эти две вещи если вы только боретесь с инфляцией а используя все средства у нас в Армении продажа резервов и обменный курс я на самом деле об этом говорил не хочу на этом останавливаться но на самом деле никакой политики плавающей обменного курса нет он используется для демпфирования внешних шоков которые могут повысить инфляцию в вашей стране он должен использоваться не для этого он должен использоваться для того чтобы мы могли достигать цели экономического развития через покупку технологий их освоить теперь государство на самом деле если мы хотим нормально развиваться и не иметь такой полуэкономики которую мы сейчас имеем оно должно лезть в это дело должно говорить у нас эти приоритеты и эти приоритеты должны быть финансированы возможен большой процент ошибок то есть они могут это сделать и ничего не получится но возможен и успех для этого должно быть качественное правительство качественная бюрократия желательно честная но еще более желательно высокопрофессиональная что еще нужно есть две абсолютно приоритетные сферы к которым не обращается внимания и все идет наоборот мировым тенденциям вот об ресерч и девелопменте я уже говорил здесь нужна фундаментальная реформа отказ от всех этих западных штучек типа тематическое финансирование переход к жесткой практической направленности наших расходов и опять-таки связка с технологией как это делать я пока не знаю я знаю что надо делать но как делать надо работать еще вторая вещь это не менее важная это система образования она у нас тоже взамен но нет причем соотношение наших затрат на образование очень плохое 60% это государство 35% уходит из наших карманов то есть если мы смотрим на профессиональное образование ситуация существенно хуже государство тратит 13% всех затрат на профессиональное образование соответственно значит где-то процентов 70% профессиональное образование оплачивается из наших карманов это абсолютно нетерпимая ситуация если сравнивать с другими странами то есть мы тратим на профессиональное образование в расчете на ОВП в два раза больше меньше чем другие страны поэтому эта система тоже подлежит реформированию но здесь более видно видимо надо переходить на систему софинансирования причем тем менее нужна эта специальность для экономического развития тем большую долю должны сами финансировать чем более она нужна тем больше должно финансировать государство до сих пор невозможно не получается связку потребности рынка труда и системы образования обеспечить но смотреть на этот равнодушный вообще эту систему которая наряду с исследованиями и разработками фундаментально для экономического развития нашей стране не обращается никакого внимания ну вроде бы все спасибо аплод аплодисменты